Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Наверное, вы сейчас видите за моей спиной караваны, думаете, блин, что это такое, давай рассказывай. Присаживайтесь, лайки ставьте, и сейчас все расскажу. Однажды мне Дима написал, что он совершил классную покупку. Ему мало было буса, поэтому он решил купить себе... Караван. Караван. В общем, мы говорили уже о том, что когда мы на выставку ездили, вот этой компании там не было представлено. Наверное, и к лучшему, потому что мы к ним поедем на производство, дабы посмотреть цены комплектации, выбить для вас лучшие цены. И вот, собственно, Дима купил вот такой вот прицеп в комплектации Элюкс. Здесь, в общем, есть все. Он даже кондиционер себе поставил. Сейчас покажу вам полный-полный обзор, что здесь есть. И Дима мне, конечно, будет помогать. Эта модель называется Fetih 410. То есть, ну, его длина 410 сантиметров. До 750 килограмм. Здесь стоят тормоза, барабаны, управление тормозной системой вот здесь. Ну, в принципе, наверное, как везде и у всех. Кассета. У этих караванов есть два варианта. Либо у тебя вот кассета унитазная, туалетная, встроенная, и ты выдергиваешь ее на улице. Либо примерно как у нас в Бусе стоит обычный биотуалет тоже такой же фирмы. И ты просто отсоединил и слился. То есть, здесь уже кому как хочется. Это, в принципе, как дополнительная опция. Да, плюс-минус по какому-то визуалу, наверное, с улицы получше, чем через дом не переть. Опять-таки, находится он рядышком. Ну, и здесь опция как тележка идет. Это, конечно, прикольно. Понятное дело, что ноги на кемпинг встал, выстрелился. Сразу вот из плюсов, что вообще не хватает, например, в каких-то других видах, моделях европейских, турки придумали вот такую штуковину. Вроде казалось бы элементарно, да? Но ни у кого нет. Это сушилка для белья. Просто вытащил и сушишься. Мне кажется, это прикольно. Мелоча приятна, да? Сам корпус. Вот это пластик получается. Полиэстер. Моноблок идет полиэстером. Как бы пластик, да, соусиленный. Между ними в сэндвич-панелях, это, наверное, мы уже будем потом смотреть в разрезе на производстве, да? Да. Покажем позже, поэтому лучше всего подписаться. Тем более, если вы интересуетесь караванами, то мы вам караван притащим в Рахию. Поэтому это экспериментальная модель. Самые лучшие комплектации брали из всех производителей, чтобы Дима здесь в Турции протестировал. Сколько ты на нем проехал уже? Ну, уже, наверное, где-то около трех тысяч километров он со мной прокатался. Вот. Он уже катался где угодно и по бездорожью, и по ровным дорогам, по серпантинам. То есть мы для себя вывели какие-то недочеты в этих караванах. Это вообще самый стильный производитель. У них действительно очень красивый. Кто не смотрел выпуска про караваны, посмотрите, вот у этой компании самые стильные, такие эстетичные. И мы все минусы, которые вывели, точнее Дима вывел по эксплуатации, сообщил на фабрику, и они все это дело устраняют. Да, мы сейчас об этом тоже расскажем. Еще один немаловажный момент, да, то, что мне позволили выбрать цвет этого каравана. То есть я сделал цвет, цвет машины. Обрати внимание, да, то есть когда вместе цепляешь этот паровоз, автодом, так называемый, очень красиво смотрится. Здесь стоят окна, их много на самом деле, и там становится светло внутри. Сейчас все поймете. Ну, здесь обычное автодомовское стекло, окно, москитная сетка и, ну, сейчас с той стороны посмотрим, и шторка на ночь. Плюс это душевая кабина, туалет и еще одно в гостиную. Сейчас внутри будем смотреть. Бак на 100 литров чистой воды. В этом караване не предусмотрена грязная вода, да, серая, так называемая вода. Но опционально дополнительно можно поставить, то есть снизу. Здесь вообще, в принципе, проблем с этим нету. Например, в кемпингах, когда ты приезжаешь, они тебе дают места под караваны, где предусмотрены выходы, да, то есть под канализацию, под слив, или бывает так, что у них там травка, допустим, растет, то есть это, в принципе, та вода, которой ты руки моешь, то есть там ничего страшного нет. Но, как показывает наша практика, вот мы там ездили по Грузии, по Армении, по Турции, люди прям даже вот на таких вот парковках с брюшаткой, они стоят, и все дело сливается просто на землю, и никто не парится. Но, конечно, лучше всего подставить что-то и сливаться, а потом также увозить. У нас есть переносная канистра с собой, то есть если надо встать на парковке прям какой-то такой, где будет хорошо видно, мы подставляем 20-литровую канистру, и, в принципе, на два раза в день там ее вылить тоже не проблема. Здесь, значит, еще есть выносной летний душ, ну, либо что-то там помыть, вот, пожалуйста, на кнопочку нажал. Очень лютый напор вообще, на самом деле. Это сразу все вот подключено, вот этот баг. Чикс, закрывается, здесь заливать воду. Так, дальше, что из такого интересного? Здесь, вот отсюда так не увидишь, но вот это вот, это панорамная крыша. То есть это прям, ну, реально круто. Это окно, которое открывается, а дальше продолжение панорамы. А с этой стороны, а, тоже вот, начиная получается, о, осторожнее, половинчатая Чикс. На крыше две солнечных панели, да? Она одна большая, она всю большую идет. 340 ватт, то есть это 0,3 киловатта примерно. Хватает, чтобы пользоваться полностью светом, горячей водой с инвертором, да, и заряжать какую-то технику. Пробовали так стоять, в принципе, ну, 5 дней отстояли, аккумулятор еще не сел. Наверное, можно было бы еще дольше стоять, я просто максимум не знаю, насколько ее хватит. Ну, проверять не надо. Да, но солнце было каждый день, поэтому оно каждый день заряжалось, поэтому я думаю, что проблем не было. Здесь, значит, также установлен ящик, в него может поместиться все, что угодно. В данном случае дизель для автономки, газовый баллон турецкий, шланги всякие разные, в общем, сюда можно загрузить что угодно. Дальше прицеп 750 килограмм и в документах, и здесь все это прописывается, понятно, ВИН-код, полный пакет документов, как он называется, господи, страховочный... На самом деле, маленько тебя поправлю в этом плане, да, то есть по документам действительно можно этот прицеп сделать 750 килограмм, в реальности они идут побольше. То есть, особенно если ты ставишь кондиционер туда, большой холодильник, посудомойку, как мы поставили. Вот, например, мой весит тонну 350, и если... я прям специально просил, да, то есть их выдать мне сертификат О2, который подтверждает, что он весит тонну 350, чтобы я мог его поставить здесь в Турции на номера, потому что до 750 килограмм они на номера даже не ставят здесь. А мне было это важно, чтобы выезжать потом за границу, потому что за границу, и в Россию даже в том числе, ты как бы без регистрации не заедешь. То есть нужен... Но если только пустой на растаможку. Ну, это другой вопрос, а я имею в виду, что если ты хочешь заехать, пользоваться, жить там, путешествовать, то есть нужно, чтобы номера были на караване. Поэтому я специально прям просил сертификат О2, после этого мне пришлось, конечно, менять права на категорию Б, Е. Вот. Ну, в принципе, в России это тоже все делается элементарно. Так, далее у нас здесь, естественно, подключение, розетка 220. Так, что еще у нас? Здесь вот ящик, здесь находится, в принципе, вся электрика дома. Мы здесь храним инструменты, потому что автодом это такое дело, нужно постоянно с собой иметь запас каких-то инструментов, отверток, шуруповерт и так далее. Потому что приходится иногда где-то и в поле, скажем так, ремонтироваться. Это аккумулятор на 200 Ач. Дальше идет, значит, блок управления солнечной панелью. Она, ну, как бы умная, да, то есть понимает, когда, например, солнце есть, солнца нет, он может автоматически отключаться. Вот. И следом идет еще инвертор. Инвертор здесь стоит на 2 кВт. Очень хороший. В принципе, все бытовые приборы, они идут там до 1,5 кВт, то есть все работает. Но ты его менял? Да, я его менял, потому что изначально стоял на 1 кВт, и мне не хватало включить, например, кондиционер тот же самый. Вот. Это важно. Как раз вот я говорю, что в эксплуатации выявились какие-то недочеты, которые сейчас уже производство устранило. И, собственно, те караваны, которые вы захотите у нас приобретать, они уже будут идеально доработаны. Так. Вот. Дальше смотрите. Еще есть окна. То есть там внутри получается очень светло. Вот. Что здесь есть? Есть также маркиза. Дверь тоже со стеклом и со шторкой. То есть это тоже как бы опционально. В общем, стильно смотрится очень клево. Можно вставить, можно не вставить, да, то есть это... Ну, вот мы решили поставить. Потому что удобно посмотреть, а кто там пришел. Ну да. Так. А то отсюда не посмотришь. Так, ну давай, вовнутрь. Подножка. Она не электрическая, она просто. Она обычная как бы каравановская подножка, но удобно, что не надо там подставлять какие-то там штучки. Так. Дальше. Давайте сначала сразу быстро вам покажу вот так вот планировку. Здесь холодильник, здесь душ с туалетом, здесь спальное место, стол. Здесь такая гостиная. Вот оно, пожалуйста, панорамное стекление, про что я говорил. И кухня. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно. Альфа выгодно. А теперь обо всем будем уже по порядку, чтобы был прям подробный обзор. Так, здесь у нас блок управления, да, всей подсветкой. Бак. Напором воды, да, то есть этим насосом. Показывает индикация, сколько воды осталось. И вот так все это дело включать-выключать. Придумано. Понятно. Простое, аналоговое, скажем так, нет никаких сенсоров. То есть достаточно надежное. Так, здесь шкафчики, ручки, обратите внимание, прикольные. Мне прям понравились. Да. Здесь печь, посуды и так далее. Да, так как у нас нет духовки, но в путешествиях там что-то запекать, рыбу там или мясо там что-то, да, охота. И поэтому мы купили. Ну правильно. Так, дальше холодильник достаточно большой. Да. Морозилка. Холодильник большой, я не помню, 175 или 250 даже литров, но он обычный стандартный большой холодильник на 12 вольт. Вот, кстати, по холодильнику, да, то есть изначально холодильник был не закреплен. Не знаю, почему так вышло, да, как бы на производстве. Он, в принципе, стоял достаточно плотно, но в процессе эксплуатации... Особенно по кривым дорогам. Мы, да, ездили там по, значит, серпантинам, это значит в гору ехали, с горы ехали, и он стал ходить, да, то есть шататься. Потрепало его. Из-за этого открывались дверки и выпадали продукты, то есть у нас два раза такое было. После этого, значит, что я сделал, я его на уголочке закрепил, прикрепил. Вот здесь вот видно очень хорошо. Он сейчас стоит как мертвый. То есть на производстве тоже, опять-таки, обратную связь сдали, теперь крепят. Они крепят, да, это раз. Второе, значит, я сделал вентиляционные отверстия под холодильник, потому что там идет теплый воздух, и им куда-то нужно выходить. А вот этих щелей, наверное, вообще недостаточно, да? Конечно, дополнительно я сделал, то есть, чтобы выходил. Но вообще засекал, замерял, в принципе, он не перегревается никогда. То есть посмотрим, конечно, как он будет в самую жару еще работать, но, по крайней мере, пока проблем с этим не было. Так, дальше погружаемся в самую главную комнату. Это, конечно, туалет с душем. Очень крутой плюс, что здесь раздельный. Есть комплектации, где душ вместе объединен. Это уже покажем в следующих выпусках на производстве, ну, либо на выставке вы уже видели. Здесь вот, пожалуйста, дверка и душевая кабина. Дима здесь вообще полностью помещается. Дима у него два с половиной метра роз. Просто помыться можно. Вот, то есть все супер. Стоит, мне очень сразу понравился, черная сантехника, что сразу привлекает. Все сделано в очень гармоничных тонах. И, собственно, сам туалет. Что по отоплению? Здесь, значит, стоит газовый котел, который нагревает всю воду. И вот вытяжка, которую мы видели на улицу. Туалет, бедеха и полотенце-сушитель, который работает только 220. Ну, собственно, в принципе, нужная вещь. А 220 либо от инвертора тоже. То есть он, по-моему, идет 0,3 или 0,4 киловатта. Вот как раз одна солнечная панель его будет вывозить. У нас такие дома на продаже в России уже стоят. Мы по ним получаем вопросы. И вот, собственно, сразу же и делимся. То есть нас спрашивают, а где душ? Вот, пожалуйста, обычный душ, как бы обычная лейка. Далее тоже спрашивали, а что вот здесь вот снизу? Здесь стоит обычный поддон, пожалуйста, куда сливается вода. Дима также дополнительно промазал герметиком, чтобы нигде, нигде, нигде не сочилось. Потому что все равно кузов у автодома в любом случае играет. Особенно если ездишь не по М4. Ну, здесь все понятно, да? Установлен телевизор со смарт-приставкой. Вот она, смарт-приставка обычная, ксиомевская. То есть там YouTube, всякие Netflix, да, все это работает. Плюс я поставил сюда Wi-Fi. Он тоже работает от 220 вольт, либо когда включен, например. Симку туда вставляем, раздаем интернет. То есть у нас Wi-Fi везде там долгий, 50 метров. Супер. Очень удобно, особенно когда ты ездишь, путешествуешь. Тебе не надо на все телефоны, да, там, раздачу делать. Вот это одна штука работает. Мы даже когда он едет за нами, да, он добивает машине, пользуемся им. Вот, вот. Здесь шкафы про, ну, разные штуки. Свои принадлежности, в принципе, достаточно большие, достаточно удобные. Мне очень нравится еще вот такой вот есть точечный свет, который работает тоже от 220. Вот так он светит, так горит. Вот так вот даже выглядит уже посимпатяшнее. В общем, света здесь много, подсветок много. Также здесь, смотрите, очень здорово, что Type-C, USB и обычная розетка 220. Как для этого места, так и для вот этого места. Круто. Здесь два места. Можно сесть, поделать, я не знаю, уроки. Очень удобно. Я сижу, потрясающе. По окошку я хотел показать. Москитка. Либо просто. Либо на ночь зашториваемся. Первое спальное место. Это вот оно. Убирается стул. Фанерочка. Все это дело ставится. Раз. Две подушки. И все. Ложись. Чем лечь, покажу. Здесь ящик. Здесь у нас все постельное хранится. Здорово. Панеляла, чистая постельная, подушка. Два метра, да? Нет, этот поменьше. Вот, обратив внимание, я даже специально выпилил проем. Это тоже выявили недостаток. И теперь производство делает здесь уже заводское отверстие. Дима делал сам. То есть, оно нужно. Вот, я помещаюсь только в проем. Так, ну, тебе можно, в принципе, проем не делать, а ноги укоротить. Вот, то есть, я люблю вот так вот. Раз, немножко спать. Так, далее. Здесь аналогично по окнам. Здесь также все вот поднимается отдельно, открывается, зашторивается. То же самое вот с этим большим панорамным окном. Блин, как оно мне нравится. Вот, пожалуйста, на ночь. А с этой стороны тоже вот начинаем, получается. О, осторожней. Половинчатая, ЧХ. Вот, а здесь открывается окошко. И либо можно вот москиточку. Да, пожалуйста. Как все работает, механизмы все очень классные. Ну, либо уже зашторится. Вот такой вот темный. У нас получается в автодоме очень темно. Над спальным местом два шкафчика. Тоже такие небольшие, но очень уютные. Все, что не поместилось в основные шкафчики. Полотенце вот здесь у нас. А, вот, ага. Так, и здесь, ой, здесь также, значит, есть розетки. Освещение. Все очень красиво, аккуратно. Так, это спальное место тоже раскладывается. Дима сейчас продемонстрирует. Нога складывается. Смотри, какое здоровое, шикарное место. И большое спальное место. Вот, прекрасно. Ну, вот так и живем. Ну, теперь давайте пойдемте на кухню. Далеко ходить не надо. Да. Здесь все сделано тоже очень интересно, красиво, стильненько. Здесь вот, пожалуйста, эти подсветочки. Здесь большой ящик для посуды. Вот, опять-таки, здесь вот Дима говорит, будет дополнительно делать полку специальную с бортиком, чтобы вот это вот пространство не пропадало. Это вот важно. Опять-таки мелочи, но вот с производством будем все это дело сразу же дорабатывать. Розетки. Вот много розеток, это хорошо. Также черная сантехника. Газовая плитка. Газовый баллон мы видели. Две комфорки маленькая, большая. Дальше подложки. Всякие разные шкафчики. Здесь выкатывается, назовем его, бар. Пожалуйста. Самая классная опция, это, пожалуйста, посудомоечная машина. Электролюксы, да-да. В автодоме может стоять посудомоечная машина. Маленькая, но для 7 из 3 человек, да и в принципе, которая будет очень экономить воду, мне кажется, важно. За один цикл она 6 литров воды всего использует. Мы пробовали, конечно, мыть вручную это количество воды. И мне кажется, все-таки вручную уходит больше воды. Ну, если стоишь где-то на озере, то можно и вручную, конечно, но когда закинул и забыл, это хорошо. Здесь еще ящичек под всякую сантехнику. И ящик, собственно, с коммуникациями и мусорным ведром. Да, и вручную воду можно туда еще. Такой вот автодом, точнее, прицеп. Но на самом деле здесь вот очень просторно. Здесь очень много света и очень много воздуха. Вот здесь действительно просторно. Мы ходили в разных, даже вот в автодом заходишь, вот в обычный автодом, там вот все как-то вот так вот. Короче, а здесь вот ты чувствуешь себя комфортно. Можно даже футбол пинать. Отдельная история с кондиционером. Они очень дорогие здесь, в Турции. Но Дима очень хотел. Да, но мы, конечно, хотели, потому что в Турции жарко. И сидеть, например, внутри или там спать в жару некомфортно. То есть, когда включаешь этот кондиционер, он, кстати, работает и на подогрев тоже. А с ним гораздо-гораздо лучше себя чувствуешь. По умолчанию здесь стоит вентилятор. Да, просто вентилятор. Ну, стандартная система, это вентилятор. Это как бы, да, такая уже доп. опция. Кстати, по автономке забыл показать. Вот он, выход автономки и блок управления. В общем, ребятки, пишите в комментариях, как вам такой прицеп. Я скажу так, что таких прицепов, например, у нас нет вообще. И вы можете быть одним из первых, заказав у нас такой именно кемпер. А в следующем выпуске мы уже покажем, в принципе, какие модели есть на производстве, да, когда доедем. И вы сможете себе выбрать. И там уже мы сориентируем по цене. Понятное дело, что, например, в Турции они гораздо дешевле. Мы показывали это на выставке. Но загонять в Россию однозначно они будут дороже, потому что есть определенные расходы, растаможки, дилерские цены и так далее, и так далее, и так далее. Но первым людям, кто будет брать у нас, будет... Специально. Да, потому что у нас на самом деле уже в любом случае целая команда. Есть я, который будет отвечать за Россию, Дима, который отвечает за перегонку в Турции, человек, который у нас турок-тире по-русски разговаривает, он четко все владеет, познакомим в следующем выпуске, турецким, переводит нам на русский. То есть взаимосвязь у нас с производством будет шикарная. И, естественно, лучшие цены и свои люди на таможне в России. Это тоже важно. То есть полный цикл до выбора модели, да? Конечно. Все мы это сделаем. Если у человека есть время и он готов подождать, да, можно сделать индивидуально все вот... Да, кстати, очень важно. Все можно индивидуально сделать. Да, если времени нет и нужно быстро что-то купить, там достаточно большое количество готовых моделей, мы поедем, посмотрим их, покажем. Можно купить сразу готовые. То есть можно и по видеосвязи будет выбрать, если будет что-то стоять готовое. Вот. Ну, а так, в принципе, даже планировки можно менять, как говорится, хозяин-барин. Но, забегая вперед, хочу сказать сразу, что, скорее всего, мы будем завозить как минимальные комплектации, так и максимальные. Но это будет уже позже, когда мы съездим действительно на производство и выбьем самые лучшие цены для российского рынка. Так что пишите нам, контакты там оставляю, задавайте вопросы и будем популяризировать уже непосредственно эти кемпера у нас в России, а дальше развивать нормальные кемпинги, как в Турции. Как вам идея? Отличная идея, с учетом того, что это новая тенденция, которая каждый год набирает обороты. Как ты знаешь, уже отели очень дорогие, квартиры в аренду тоже очень дорогие, машины дорогие. То есть, идеальный вариант – это ехать, например, на отдых сюда, в Турцию, купить такой караван и еще и утащить его к себе в Россию, например. Почему бы и нет? В общем, по ценам интригу держим до следующего выпуска, но скажу так, что это будет безумно крутая цена на рынке российском. Ну, то есть, серьезно говорю, там миллион, два, два с половиной у вас будет там базовая комплектация, до самой люксовой и вот такая вот красивая и стильная. Все, ребятки, мы ждем вопросы, пишите нам и знайте, что вы можете стать обладателем тоже такого же кемпера. Пойдем обмывать это дело. Пока. Продолжение следует...